История о том, как мы чуть не потеряли 100 тысяч рублей за ошибки паспортного стола и доплатили еще 50, чтобы исправить эту ошибку. Предыстория. Мы запланировали отпуск в Египет в декабре 23-го года. Мой молодой человек летел впервые, поэтому заранее сделал загранпаспорт на 5 лет, получил его, и мы благополучно оплатили тур. День Х. Мы выехали из Краснодара в Сочи, в аэропорту сдали багаж и пошли проходить таможенный контроль для посадки на наш рейс. Глеб проходил первым, его довольно долго расспрашивали о чем-то, в итоге пришел лейтенант и вывел его из очереди, ничего не объяснив. Я прошла на посадку, позвонила Глебу, чтобы выяснить, что же случилось, и, как оказалось, в абсолютно новом паспорте ошибка в графе Пол, указан женский. И никто никуда его не выпустит из России, естественно. Лететь одну в Египет просто опасно для жизни, поэтому я тоже сдала свой посадочный талон. Мы забрали багаж, купили билеты в Краснодар и уехали домой. Всю ночь я думала, как исправить ситуацию, потому что все факторы сложились так, чтобы мы никуда не улетели, а еще и пятница была. Через знакомых мы договорились в паспортном столе. Нам пообещали, что смогут помочь и быстро переделают паспорт, если мы успеем, конечно же, приехать. Мы успели, паспорт переделали за полчаса, но осадок остался очень неприятный, как вы понимаете. В итоге нам пришлось доплатить сверху еще 50 тысяч за билеты в Египет, чтобы не терять ту сумму, которую уже была оплачена за тур. И в паспортном столе, естественно, никто не извинился, но нам это уже было не нужно. В отпуск мы в итоге улетели, и это главное.